Новости платёжных систем МПС «Виза» в августе разослала российским банкам свой информационный бюллетень, в котором она предупредила, что с февраля следующего года она повышает для магазинов размер межбанковской комиссии за приём ими платёжных карт от населения. Помимо этого, в 2022 году она отменит льготные тарифы для сетей, торгующих бытовой техникой, а также мебелью и курьерских служб. Так, с конца зимы следующего года банки по указанию «Виза» будут взимать с магазина в качестве так называемого интерчейнджа 1,3%. Ну а продавцы мебели, бытовой техники и службы доставки с учётом категории карты будут вынуждены отдавать за интерчейндж банку от 1,5% до 2,3%. «Виза» обосновывают это повышение тарифов реалиями этого рынка, мол, они не стоят на месте и нужно им отвечать. Комментируя это решение «Виза», один из топ-менеджеров агентства «Эксперт-РА» отметил, что сейчас в РФ быстрыми темпами растут платежи по СПП, QR-кодам и картам МИР. А значит, доходы привычных нам международных платёжных систем снижаются. Вот поэтому «Виза» спешит восполнить эти потери. Ну и выживаемость МПС на платёжном рынке зависит от того, какую ценовую политику они станут проводить. PayPal покупает японскую PayD. Американская платёжная система PayPal купит за 2,7 млрд долларов США компанию по рассрочке платежей за товары и услуги под названием PayD. Оплата по этой сделке будет производиться в основном наличными средствами. И как пишет издание Financial Times, этот шаг усиливает продвижение PayPal в сектор услуг рассрочки платежей, в котором финансовые потребители распределяют стоимость товаров на некоторое количество равных платежей, как правило, без процентов и часто без проверки кредитоспособности. Компания PayD основана в 2008 году один из немногих японских единорогов – стартап стоимостью более 1 млрд долларов США. Уточняется, что эта компания запустила первую в стране услугу постплатежей с нулевым процентом в 2020 году. PayD позволяет своим 6 млн зарегистрированных пользователей разделить стоимость товаров на 3 равных платежа без оплаты каких-либо процентов. Пользователи могут погасить свою задолженность наличными в магазинах или банковским переводом. Ранее PayD была оценена в 1,3 млрд долларов США, когда в марте 2020 года она привлекла 120 млн долларов США и планировала разместить свои акции на токийской фондовой бирже в 2021 году. Ее поддержали торговый дом Иточо, а также инвестбанк Goldman Sachs и компании Soros Capital Management вместе с PayPal. App Store позволит обходить платежную систему Apple. Магазин мобильных приложений App Store объявил, что позволит приложениям, таким как, например, Netflix и Spotify, обходить платежную систему компании Apple своими собственными. Этот шаг был вызван постановлением Комиссии по справедливой торговле Японии, но оно будет применяться во всем мире. Он также следует новому закону Южной Кореи, принятому в августе 2021 года, требующему от Apple предлагать альтернативные варианты оплаты в магазине App Store. Это изменение позволит некоторым приложениям направлять пользователей к альтернативным способам оплаты, даже если платежи в App Store приносят значительную часть операционной прибыли. И такой шаг позволит компании Apple контролировать политику App Store. Дополнительно, начиная с 2022 года, компания Apple позволит приложениям читателям направлять пользователей на их собственный веб-сайт для оформления подписки, вместо того, чтобы требовать от пользователей подписки в приложении. Уточняется, что компания Apple определяет приложения для чтения как те, которые предоставляют ранее приобретенный контент, или подписки на контент для цифровых журналов, газет, книг, аудио, музыки и видео. UnionPay планирует покрыть российский рынок на 100%. Директор российского подразделения платежной системы UnionPay господин Сяюй рассказал, что до конца 2021 года они подключат свою систему еще к четырем российским банкам. А сейчас они уже работают с 30 банками страны. По словам Сяюя, платежка UnionPay уже имитировала в России более 4 миллионов своих платежных карточек. Это один из важнейших рынков для UnionPay. И основная особенность наших потребителей состоит в том, что мы активно используем мобильные платежи. Например, 40% транзакций по карточкам UnionPay россияне совершают бесконтактным способом. Кроме того, директор UnionPay по России господин Сяюй добавил, что они будут только расширяться в нашей стране. Он отметил, что сейчас их экваринговая сеть работает уже в 95% посттерминалов магазинов и банкоматов России. То есть скоро UnionPay охватит все. Напомню, что впервые UnionPay появилась в России еще в 2006 году, когда они подписали соглашение с банком ВТБ. Robinhood запустил функцию раннего зачисления зарплаты. Американский финтех Robinhood Markets объявил о работе над новой функцией, которая позволяет пользователям получать свои зарплаты посредством прямого зачисления средств на счет. И как пишет профильное издание American Banker, зарплаты пользователей этим сервисом могут быть получены на два дня раньше, что усиливает конкуренцию с такими компаниями, как тот же PayPal Holdings, а также Wealthfront. Работы по этому новому сервису были обнаружены в бета-версии грядущего обновления мобильного приложения для iPhone компании Robinhood. Данная опция получила название «Раннее прямое зачисление средств» и она будет доступна в рамках действующей сейчас функции прямого зачисления средств Robinhood. В правилах пользования этим сервисом указано, что оплата за него не взымается. Дополнительно представители Robinhood заявили, что поскольку право на участие в этом проекте зависит от работодателя, приложение будет выдавать уведомления, позволяющие пользователям узнать, могут ли они получить оплату в следующем платежном цикле раньше. Facebook Pay запущен на сайтах торговых компаний США. Пришла новость о том, что компания Facebook начала запускать в США свой сервис Facebook Pay в качестве способа оплаты непосредственно на сайтах торгово-сервисных предприятий, начиная с продавцов канадской платформы электронной коммерции Shopify. То есть теперь, когда какой-либо пользователь совершает покупки с помощью платежного сервиса Facebook Pay на сайтах торгово-сервисных предприятий, то он может осуществлять оплату напрямую, без необходимости повторно вводить платежную информацию. Использование Facebook Pay также означает, что пользователи этого сервиса могут просматривать свою историю платежей, управлять различными способами оплаты и получать поддержку клиентов в одном месте. И как сказано в блоге компании Facebook, номера карт и банковских счетов, которые предоставляют пользователи, не будут использоваться в целях персонализации их опыта или информирования о рекламе, которую они видят. Плюс такие действия пользователей этим платежным сервисом, как платежи или покупки, не будут переданы их друзьям в их профиль или ленту, если сами пользователи не решат поделиться этой информацией. Twitter и Stripe помогут в монетизации контента авторов Сервис сообщений Twitter начал сотрудничать с платежным финтехом Stripe для запуска новой функции SuperFollows, которая позволяет пользователям оплачивать подписку на аккаунты авторов для получения от них эксклюзивного контента. Это новое приложение SuperFollows, которое сейчас запускается в США и Канаде для пользователей смартфонов на базе iOS, должно помочь музыкантам, экспертам по красоте, театральным артистам и геймерам монетизировать свои каналы в Twitter. Авторы интересного контента должны внести свои данные в лист ожидания, чтобы настроить подписку на функцию SuperFollows, после чего они могут предложить пользователям платить ежемесячную абонентскую плату в размере 2,99$, 4,99$ или 9,99$ за такие материалы, как эксклюзивный контент, ранние предварительные просмотры и эксклюзивное общение в своем сообществе. И к настоящему моменту компания Stripe заняла прочную позицию в сфере авторов контента, работая с такими компаниями, как Clubhouse, Substack, GoFundMe, Kickstarter и Patreon. Субтитры создавал DimaTorzok